МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многокилометровые пробки и недовольство жителей. Ничего не по телевизору, не по радио, ничего не слышали. Когда в Барнауле завершат ремонт? В новый учебный год. Дети с утра бегут в школу. Я не видела, чтобы мой ребенок бежал в муниципальную школу. Почему частная барнаульская школа оказалась под угрозой закрытия? С днем рождения, как самый молодой город края отметил юбилей. Многокилометровые пробки, непривычный маршрут, доработы и опоздания. Такие трудности сегодня утром испытали многие жители Барнаула. А вопрос, почему весь день перекрыт Ленинский проспект, кого-то волнует и до сих пор. Причина транспортного коллапса замена изношенных труб на улице Чкалова. Когда коммунальщики планируют завершить ремонтные работы в Барнауле, расскажет Ирина Корчагина. Пересечение улицы Партизанской и проспекта Комсомольский. Обычно на этом участке достаточно свободное движение. Сегодня огромная пробка. Многие автобусы изменили свои привычные маршруты. Не лучше ситуация на Ленинском. Движение на главном проспекте города закрыто по нечетной стороне. От улицы Димитрова до Чкалова. Причина транспортного коллапса в замене изношенных труб на улице Чкалова. Барнаульский водоканал приступил к глобальному ремонту. На этом участке на него потратят 20 миллионов рублей. Протяженность 100 метров. В последний раз трубы здесь меняли более 30 лет назад. Изношенность – это главная причина. Во-вторых, застройка центральной части у нас все-таки ведется и планируется. Поэтому изношенные коммуникации не могут принять того объема стоков, которые планируются. Их нужно модернизировать, увеличивать их и пропускную способность, но и все-таки обновлять их состояние. А пока барнаульцам на ближайшие пару недель придется искать пути объезда и раньше обычного выезжать на работу. Часа на два, наверное, я точно дольше буду ездить. Может и больше, я же не знаю. Просто я сам сегодня только узнал, как бы еще не знаю, насколько это все будет задерживаться. Насколько все это задержится – большой вопрос. На официальном сайте администрации Барнаула указано, что Ленинский проспект будет перекрыт до 4 августа. До конца августа мы будем работать на Ленинском, мы его заканчиваем и переходим на Комсомольский проспект. До конца августа? До конца августа. Это здесь до конца августа? Да. А изначально же речь шла о двух неделях? Я не знаю, у кого шла речь о двух неделях. Ну хорошо, давайте на ваши даты ориентироваться, может я что-то проездил. Когда ремонт на Ленинском проспекте завершат, менять трубы начнут на Комсомольском проспекте, где также перекроют движение. А уже завтра некоторые трудности на себе испытают жители на горной части города. До 12 августа будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Аванесова. Там коммунальщики заменят более 200 метров изношенного трубопровода. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. А Барнаульская речка Пивоварка вновь под угрозой загрязнения. Один из жителей обнаружил, что в воду сливают мазут или нечто похожее на него. Об этом очевидец тут же сообщил подписчикам паблика Барнаул-22. К своему посту он прикрепил видео. В кадр попала сама речка Пивоварка и еще одна черного цвета, которая потоком стекает в воду. Указал пользователь адрес. Центральный район улица Силикатная. Предположил, что такие вредные отходы здесь текут уже длительное время. Через полчаса после этой публикации появилась вторая. Приехали неизвестные и стали засыпать черный ручей песком. Почему нельзя было сделать это два дня назад и вообще предотвратить это все? Почему это все льется в речку? Куда смотрит ваше начальство? Берите его все. Это же будет на следующий год. Да, не впервые уже Пивоварка окрашивается во все цвета радуги. Год назад из-за загрязнения было открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Выяснилось, что в реку мутно-молочные стоки сливались из ливневой канализации на улице Малахова. Ну а в райцентр немецкого национального района Гальпштадт вернули воду. Теперь местные жители жалуются на слабый напор. Вода бежит тонкой струйкой. Воду дали, да, она бежит, такая тонкая струйка, но есть. Может быть, потому что включены у всех поливалки на картошке. Не знаю, по какой причине, но такая тонкая струйка бежит. Слабый напор. Ну, обычно в летний период тоже напор слабоват, но не до такой степени. Без воды жители Гальпштадта просидели трое суток. В райцентре живет почти полторы тысячи человек. Они были вынуждены покупать минеральную воду в магазинах, чтобы умываться, готовить еду. Об отключении никого не предупреждали. Причиной стала коммунальная авария на водопроводе на улице Комсомольской. В Барнауле под угрозой закрытия частной лицеи самоопределения. Образовательное учреждение арендует классы в обычной школе, но в этом году в Министерстве образования в аренде отказали. Заниматься детям больше негде. С просьбой разобраться в ситуации родители школьников обратились в нашу телекомпанию. Валентина Аскерова выясняла причины. Дети с утра бегут в школу. Я не видела, чтобы мой ребенок бежал в муниципальную школу. 1 сентября 30 ученикам, которые учатся в частном лицее самоопределения, возможно, бежать будет некуда. Дело в том, что у лицея своего помещения нет. Он арендует классы в 59-й школе, а также в промышленном экономическом колледже. Но в этом году в обоих местах в аренде отказали. Родители не ожидали. Говорят, детям комфортно, наполняемость классов небольшая, внимание уделяли всем, поэтому и выбрали в свое время частную школу. Разница в условиях и отношении к ребенку. Обучаясь 4 года в муниципальной школе, мой ребенок на уровне психологическом, скажем так, заработал себе сейчас хроническое заболевание. Директор самоопределения Людмила Бледнова не раз обращалась в комитет по образованию с просьбой помочь решить проблему с арендой, но там ответили, что возможности больше нет. Потребности муниципальных школ увеличились. С каждым годом растет число детей в городе Барнауле, увеличивается число детей от 3 до 4 тысяч, растет число первоклассников, и поэтому для нас сейчас, в принципе, важен каждый кабинет в каждой школе. Кроме того, в этом году Рособорнадзор лишил самоопределения аккредитации по основной школе. Это значит, что учить детей здесь могут, лицензия есть, но выдавать аттестаты девятиклассникам нет. А забрали аккредитацию, как утверждает директор, по двум причинам. Войти в систему ФРДО, называется Федеральный реестр документов об образовании. Это очень хорошая система, но она несовершенна. И для того, чтобы ее сделать, понадобилось очень много времени. И мы не уложились в сроки. Это раз. Первая причина. Вторая причина. Мы занимали еще аренду в колледже, в нашем уважаемом промышленно-экономическом. Занимали аренду. Надо было ее оформить. Министерство образования отказало в аренде. Но в Министерстве образования называют и другие причины. Несоответствия заключались в следующем. В связи с тем, что в данном учреждении в течение ряда лет не велись такие предметы, как музыка, технология, искусство. Кроме этого, не реализованы в полном объеме другие предметы. Это биология, ну и иные предметы. Физическая культура. Директор самоопределения признает, что были проблемы с учителями, поэтому некоторые предметы действительно не велись. Но теперь все устранено. По словам Людмилы Бледнова, еще 20 лет назад в городе было 11 частных школ. Теперь их 6. Правда, в Министерстве образования говорят, что никакой тенденции по сокращению частных школ нет. Тем не менее, к 1 сентября лицей должен либо переехать в другое помещение, либо закрыться. Но найти новый дом, уверена директор, шансов почти нет. Ведь учить детей можно лишь в специально оборудованных классах. Они есть только в школах. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Николай Шилко. День с толком. Глава Бранаула Сергей Дугин назначил нового заместителя по городскому хозяйству. Им стал 32-летний Андрей Федоров. Он сменил на этом посту Александра Алексеенко, который 6 июня был освобожден от занимаемой должности. До этого в СМИ появилась информация о задержании Алексеенко за взятку. Андрей Федоров официально приступил к работе сегодня. О нем известно, что в 2009 году окончил Сибирскую академию госслужбы. Затем работал в управлении коммунального хозяйства администрации железнодорожного района, заместителем главы и первым замом того же района. Самый молодой город-края в этом году празднует юбилей. Заринску исполнилось 40. Ровно 40 лет назад, тогда еще приказом Президиума Верховного Совета РСФСР, рабочий поселок Заринский получил статус города. Спустя два года был получен первый алтайский кокс. По многолетней традиции горожане накануне отмечали и День города, и праздник Металлурга. Масштабные зрелищные гуляния проходили на центральной улице, которая стала пешеходной. Для Заринска это, пожалуй, главный день, который объединяет всех и каждого. Создавалось ощущение, что к празднику присоединился едва ли не весь город. Приехали, конечно, гости из других регионов, отметили с размахом. Организаторы приготовили развлекательные программы, где каждый мог найти что-то для себя. Ну и да, в этот же день свой профессиональный праздник отметили Металлурги Заринска. Свидетелями и участниками юбилейных торжеств стало более 20 тысяч зрителей. Давайте, давайте, парни, давайте, давайте. Заринск ставит рекорды. Во время супермарафона Алтай-Кокса центральная улица стала по-настоящему спортивной. Пробежать с утра дистанцию в несколько сотен метров для горожан нет ничего проще. Многие приходили целыми семьями. Самое положительное. Вот внучка у меня еще тут вот. Сразу же после шествия практически тем же составом в колонии трудовые коллективы Заринска впереди всех. Это символично работники городообразующего предприятия Алтай-Кокс. Сейчас намного лучше стало. Там завод, автоматика везде на заводе. Как было и как стало, можно было узнать во время экскурсии вот и на таком эксклюзивном автобусе маршрут центральной улицы остановки самые значимые исторические места. Сегодня я приглашаю всех познакомиться с моей малой родиной. Самые маленькие, добро пожаловать на детскую площадку и фотозону. Желаю вам новых побед и достижений во всем. Ну и как всегда, ежегодно вместе мы сила! К поздравлениям присоединились и звезды отечественной эстрады Игорь Корнелюк, группа «Нана» и, пожалуй, самый ожидаемый артист вечера «Лолита». Завершился грандиозный праздник не менее грандиозным салютом. Кирилл Политов, Алексей Фризин, Павел Смирнов. День с толком! Ну, кто не успел на салют в Заринске, можно стать свидетелем фейерверка природного. В Алтайском крае начался сезон звездопадов. До 25 августа жители нашего региона смогут наблюдать самое яркое астрономическое явление – поток Персеиды. Название свое он получил в честь созвездия Персея. Именно оттуда начинается метеорный поток. Падающие пылевые частицы кометы Свифта Туттля видно невооруженным глазом. Лучше всего за городом. За час, говорят, падает около 150 метеоритов. Самые яркие звездопады будут 12 августа. Самое время загадывать желания. Да, летом хочется тратить походы в кино, кафе, поездки с семьей и другие удовольствия. Но чтобы делать это с комфортом, нужна правильная кредитная карта с хорошим запасом средств и функцией кэшбэк. Кэшбэк позволяет возвращать часть средств. Часто он действует в избранных магазинах, а размер его невелик. Но есть и исключения. Карта кэшбэк от Банка Восточный. О ее преимуществах нам рассказали в самом банке. Карта кэшбэк позволяет вернуть до 10% от потраченного. Она пригодится автомобилистам, любителям онлайн-покупок, тем, кто часто ходит в кино и рестораны. Есть кэшбэк на коммунальные услуги. И даже опция «Все включено» с кэшбэком 2% абсолютно на все. Максимальный лимит по карте кэшбэк до 400 тысяч рублей. При этом на каждую покупку действует беспроцентный период до 56 дней. Если деньги вернуть на карту в этот срок, никаких дополнительных процентов не начисляется. Карта сегодня – основное платежное средство для многих из нас. Поэтому, выбирая ее, проверьте, дает ли она вам максимум полезных возможностей. В атмосферу ралли-марафона «Шелковый путь» можно было окунуться в минувшие выходные в Горном Алтае. Официальный дилер «Тойота» в Алтайском крае «Тойота Центр АЕМ» организовал уникальный тест-драйв для своих любителей. Погонять на крутых внедорожниках мог любой желающий. Чемальский район, подножье гор. Здесь, в самом сердце Горного Алтая, прошел тест-драйв высококлассных автомобилей марки «Тойота». Пересесть на комфортабельные рамные внедорожники и прокатиться на них по бездорожью захотели многие. «Тойота РФ-4», «Хайлакс», «Форченер», «Лэнд Крузер Прада» и «Лэнд Крузер 200». Автомобилям этой линейки покоряется любая трасса. Впечатления и эмоции у людей зашкаливают. Несмотря на ямы и крутые подъемы, путь показался шелковым. «Она большая, высокая. По всем этим препятствиям, которые мы тут проезжали, она прям как по асфальту идет. Ни ям не чувствуется, ничего. Там такие спуски, подъемы были. Я думал, не проедем, она так легко даже, не управляет скоростью». Учисление, конечно, вообще без слов. Тем более первый раз за такой машиной. Проходимая, удобная, комфортная. Особенно после советского автопрома не сравнится. Это первые выездные гонки, которые устраивает «Тойота Центр АЭМ». Этой осенью в планах у компании организовать еще один ралли-марафон. На этот раз прокатиться на мега-надежных и безопасных машинах можно будет в Краевой столице. Какой будет погода в ближайшие дни, узнаете через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи.